Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Вертугина из Живого Английского. И это наша вторая трансляция проекта ЖАП. Живое английское произношение. Вот у меня на столе компьютер, и я сегодня постараюсь общаться с теми, кто пришёл по возможности, и читать ваши комментарии, если таковые будут, и на них отвечать. Если их не будет, тоже не беда. Я понимаю, что я не предупреждала о трансляции, и зрителей, может быть, немного, потому что у всех свои дела. Но, тем не менее, я всех приглашаю. Если вы посмотрите меня позже, то я думаю, что от этого тоже будет польза. В первом видео мы с вами говорили о том, насколько другое произношение и другие звуки в английском языке. И помните, я даже вам читала басню для того, чтобы это доказать, что они используют совершенно другие звуки. Вот. И я давала вам домашнее задание. Я просила вас посмотреть какое-нибудь видео на английском языке, заглянуть в рот тем, кто говорит, и посмотреть, что у них происходит с артикуляцией, посмотреть, что у них происходит с интонацией, как они, да, как они произносят звуки, и потом сделать то же самое с кем-нибудь, кто говорит на русском языке, и сравнить. И сегодня, в нашем сегодняшнем стриме, речь у нас пойдёт именно об этом. А чем, когда говорят на английском языке, чем это отличается от того, когда мы говорим с вами на русском языке. Но мы также будем ещё и говорить про сходство, потому что они тоже есть. Вот. И сейчас... Да, и ещё я вас просила подумать, какой же есть один единственный звук, который есть и в английском языке, и в русском языке. Так, дайте я проверю, сейчас идёт ли у нас трансляция. Так, вот я вижу, трансляция идёт. Есть даже один просмотр, кто-то даже присоединился. Я надеюсь, что придут скоро ещё. Давайте я подожду буквально пару секунд, может быть, какие-то люди ещё присоединятся к нам. Как у вас вообще настроение? У меня настроение боевое. Настроение у меня боевое. Планов у меня целая куча на эти дни, пока мы с вами находимся дома. Поэтому я думаю, что много полезного сделать для вас я должна успеть. Так. Вот только я не вижу свои те комментарии, которые мне пишут. Сейчас я возьму другое устройство. Одну секундочку. Так, я уже вернулась. Привет всем, кто к нам присоединяется. Соединяется. Более привычный свой планшетик. Может быть, он мне сейчас что-нибудь покажет. Привет, привет, Алексей Колесников. Привет, Алексей Колесников. Так, ну мне достаточно и одного зрителя. Так я уже себя чувствую не одиноко. Если вы захотите что-то ещё написать, пишите. Вот теперь у меня есть возможность видеть ваши комментарии. Итак, в чём же отличие английского языка с точки зрения произношения от русского языка? Когда я наблюдала много-много лет за носителями языка, я увидела, я думаю, что вы это тоже видели, что они гораздо больше, чем мы, улыбаются. И они гораздо больше, чем мы, открывают рот. Это потому, что в звуковой системе английского языка много так называемых гласных звуков переднего ряда, которые требуют этого. Ну, например, I'm happy to see you here. I'm happy to see you here. Да, видите, что рот работает немножко по-другому, не так, как у нас. Мы с вами можем вообще ничего не меняя. У нас там всё какие-то звуки, там манипуляция языком происходит внутри. И я могу очень долго не улыбаться и разговаривать с вами. Вот, поэтому лучше я никогда буду говорить на английском, чтобы я больше улыбалась. Сейчас нам это всем, наверное, нужно. Языком такое впечатление, что англичане и американцы двигают более активно. По крайней мере, когда я смотрю им в рот, я вижу, что он прям летает. Да, и вот на альвеолу за зубами он встал, и далеко куда-то ушёл, и потом снова вернулся на межзубные звуки с, и за, и так далее. Плюс ещё, кроме этого, англичане и американцы используют такое явление, которое называется глотал стоп, то есть это остановка воздуха в горле. И очень часто это совмещается с тем, что они глотают как бы какую-то согласную. Например, это может быть согласное Т, или согласное Д на конце. То есть вместо, например, ВОТ вы можете услышать ВОТ. То есть они остановили воздух в горле, да, и просто его не просто достаточно остановить, да, ВОТ, а достаточно ещё сделать такое горловое усилие, чтобы было как будто подобие согласной. Попробуйте вместе со мной. ВОТ. ВОТ. Да, очень смешно получается. ВОТ. Плюс ещё, как мне кажется, дыхание гораздо более интенсивное. В связи с тем, что очень много согласных звуков, которые требуют выдыхания постоянного, да, это там Ф, В, С, то же самое. Им нужно гораздо больше воздуха. И мне кажется, даже грудная клетка работает немножко по-другому. Вот если вы проходили тренировки по дайвингу, у вас должно очень хорошо получаться манипулировать именно своим дыханием. Кроме этого, когда говорят англичане и американцы, они используют гораздо больший диапазон голоса. То есть, если нам с вами достаточно примерно, вот, да, я надеюсь, видно, примерно вот такого расстояния, то есть мы внутри этого расстояния, мы с вами повышаем голос, понижаем голос, и этого нам достаточно. Если только, конечно, мы не орём на кого-нибудь очень сильно, да, или очень сильно не удивляемся, то, как правило, мы за этот диапазон не заходим. У них, им нужно в два раза больше, да. What are you doing here? То есть может быть в одном и том же предложении несколько раз голос сильно уходить наверх и потом сильно спускаться вниз. И так несколько раз. И, естественно, у них есть вопросительные предложения, в которых внутри самих вопросительных предложений есть очень много разной интонации. Это совершенно отдельная тема, мы сейчас не будем её затрагивать. Кроме того, и это будет последнее отличие, которое я вам сегодня, о котором я вам сегодня расскажу, но оно очень важное, и оно очень тесно взаимосвязано именно с русским языком. В английском языке нет тенденции оглушать звонкие согласные на конце слов. То есть если это dog, то это и будет dog. Если это dog, то это уже совершенно другое слово. Если это cab, то это такси. Если это cap, то это кепка. Очень часто из-за того, что в русском языке как раз нами принято всё оглушать, например, там дуб, или подъезд, или столб, узнать, что там подъезды, дубы, или столбы, мы можем только после того, как мы изменим слово, или напишем его. То есть мы с вами эти правила русского языка специально учим в школе. Это очень большой бич. Очень большой. Очень многие русские говорят I should go, например, имея в виду мне следует пойти. I should go. И от этого очень сложно отучить, потому что английский язык, если мы его изучаем здесь в России, то мы продолжаем быть окружены русским языком практически 24-7. И вот очень сложно избавиться от этой привычки, особенно если постоянно не обращать на неё внимания. Теперь давайте-ка перейдём с вами к сходствам, которые существуют между нашими языками. Их тоже, к счастью, много. И первое, о чём я хочу вам сказать, это о том, что как и в английском языке, в русском языке мы говорим фразами. И внутри этих фраз мы не делаем никаких ненужных пауз. Мы не делаем никаких ненужных пауз. Мы не делаем никаких ненужных пауз. Получилось как одно слово большое. Никто из нас не говорит. мы не делаем никаких ну и дальше и внутри вот этой вот самой фразы у меня вот есть такой любимый жест когда я слышу что кто-то делает такую неестественную паузу когда говорит на английском я прошу всех подержать за ниточку и и магическим образом происходит знаете какие интересные преображения то есть человек когда он без этого он делает какие-то ненужные паузы то вот добавив немножко физики да немножко руки сразу получается все по-другому вот раз мы используем фразы и после этих фраз естественно как и в английском языке мы делаем паузы для того чтобы тот кто нас слушает он мог переварить информацию и для того чтобы мы с вами перед тем как мы скажем следующую фразу ну буквально доли секунды могли подумать о том как ее сказать то в связи с этим внутри этих фраз существует фразовое ударение больше голоса больше усилия больше высота голоса будет на том слове которое нам важно сейчас сказать соответственно есть в этой фразе наш состоит ни одна за не из одного слова а из нескольких слов очень часто иногда даже бывают очень длинные такие фразы да я их называю чанкс то есть речевые такие куски после которых мы делаем паузы так вот в этих длинных фразах может быть несколько фразовых ударений несколько точнее фразовое ударение бы все равно одно но несколько слов будет под ударением но вокруг этих слов другие слова будут иметь слабые формы то есть они на них будет потрачено меньше усилия они будут сказаны голоса может быть чуть-чуть потише и когда мы с вами говорим на русском языке мы совершенно этого не замечаем потому что мы давно уже забыли как мы учились говорить по русски то что русский язык мы осваивали в нашей собственной среде и это было естественно вот сейчас для когда мы начинаем изучать или продолжаем изучать английский язык я очень советую вам обратить внимание на именно на эту мелодику речи на то что происходит то есть мы очень с вами часто можем например услышали какую-то фразу поймали в ней значимое слово вот это ударное а остальные слова мы просто достраиваем даже если мы вот часто наверно замечали что даже если мы что-то не расслышали дав себе буквально секундочку подумать она потом у нас голове достраивается вот этот же навык нужно использовать и когда мы слушаем носители языка когда мы слушаем кого-то на английском языке выхватили главное слово подумали что там могло бы быть плюс еще точно так же как и в русском языке в английском языке используется интонация для того чтобы показать нашу интенцию что мы хотим сказать мы злимся мы радуемся мы например озадачены и вот все это вместе в комплексе все вот эти вот наши знания наше умение пользоваться русским языком мы должны применять и в использовании иностранного языка английского в частности вот значит еще раз мы используем вот эти вот сильные и слабые ударения да то есть что-то у нас является более подвержено ударением какое-то главное слово в этой вот фразе а что-то меньше соответственно тоже у нас существует более сильные более слабые формы слова более слабых формах слова там будут происходить некоторые изменения тоже правда не такие сильные как в английском языке какой вывод можно из всего из этого сделать вывод можно сделать следующий мы с вами должны использовать эти знания для освоения английского языка и мы должны внимательно прислушиваться и присматриваться искать отличия анализировать если мы хотим действительно освоить красивое английское произношение кроме того есть ведь еще один звук которым я обещала что мы поговорим который абсолютно одинаковый сейчас я вернусь к трансляции посмотрю если у нас еще присоединившиеся и из этих присоединившихся я попрошу вас сказать мне что же это за такой звук который есть и в английском языке и в русском языке он абсолютно одинаковый я вам даже больше скажу скажу вам даже больше этот звук есть абсолютно во всех языках мира ну пока вы может быть не напишите а подумайте да или у вас будут какие-то идеи на эту тему могу вам сказать что я подобный вопрос задавал уже много раз на своем курсе звучим красиво по-английски и буквально один или два раза мне давали правильный ответ это те кто уже до этого интересовался фонетика интересовался произношением в основном не имеют никакого понятия о существовании этого звука в принципе не буду вас больше мучить покажу вам сейчас вот его во всей красе видите на нем даже корона стоит у фонетистов этот звук называется шва ну или по-русски шпа и мы я лично из города санкт-петербург и москвичи и я думаю что многие из центральной части россии да мы с вами не окаем не акаем а швакаем вот почему этот звук есть в английском языке я вам потом расскажу сначала я расскажу и в русском языке как его произносить произносить его очень очень просто значит вы просто расслабляетесь полностью чуть-чуть приоткрываете рот язык у вас лежит внизу и вы пропускаете как бы воздух через себя и выдыхайте его и говорить даже не выдыхайте говорите делаете такое немного идиотское лицо можно потренировать сейчас вместе со мной то есть это не и как многие думают да это очень слабый 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 русский звук вот эта форма слабого русского языка она все равно одна и та же такая же как шва английский словах ну вот вы можете видеть что здесь есть слово ваша ваша видите ударение у нас падает на первый слаб а второй слаб он без ударный и этот звук шва он никогда не бывает под ударением никогда несмотря на то что его больше всего в английском языке чаще всего встречается чем все остальные звуки я буду писать на этих карточках я в процессе их изготовления мне осталось сделать 8 дифтонгов сижу вот начали тут нашла чем заняться себе карантин я вам буду специально здесь писать не словами а звуками мы сначала должны с вами вернуться к частоте звуков английского языка но если кому-то захочется узнать как пишется россия на английском языке всегда можете это сделать вот другие примеры с этим звуком ну например мада или бой бой у нас под ударением это как раз и будет слабый звук в русском языке смотрите например такое слово подъезд подъезд нас под ударением е а между и да как раз и будет этот слабый непонятно какой какой-то там звук эдриан андехил который придумал чат который буду после показывать называет этот звук small idiotic english sound есть еще big idiotic english sound про него вместе с этим звуком мы будем с вами разговаривать следующем видео вот и ну давайте я вам скажу еще какие примеры с этим звуком например предложений ну скажем начнем со слов в английском языке это слово скажем концерт концерт под ударением у нас будет первый слог второй слог будет без ударение в нем будет звук шва или плэжа плэжа помните как сложно в этом слове написано окончание там очень много букв а на самом деле произносится всего лишь под один малюсенький вот этот вот безударный звук в предложениях например лукаванд лукаванд у нас есть связано сразу до лукаванд глядись осмотрись вот лукаванд там между лук и раунд будет как раз вот этот вот звук шва или лесенцами лесенцами слова лесен было под ударением значит то что будет рядом с ударением она будет слабой форме как я вам сказала в начале видео лесенцами то есть вот этот вот то что словарная форма нам дает с вами в словаре она очень очень редко будет произноситься в полной форме в основном это будет и шва лесенцами в русском языке примеры еще могут быть такие например карандаш карандаш между к ира до мира и на у нас будет шва ударение будет падать на звук а или произношение произношение нужны паре с вами про изношение мы говорим произношение какой-то звук там произносим вот это как раз и будет звук шва или во фразе живой английский живой английский я слышу два звука шва после же и в начале слова английский потому что под ударением она стоит и на а ударение не падает она произносится как шва очень надеюсь что в комментариях вы напишите мне слова и фразы на английском и на русском языке с этим звуком если не сейчас то чуть чуть попозже обратная связь мне сейчас очень нужна мне нужно понять нужен ли вам этот проект рассказываю ли я что-нибудь полезное насколько это вам интересно поэтому очень буду рада всем вашим комментариям всем вашим вашим лайкам всем вашим репостом домашнее задание на следующий раз давайте у нас будет такое ну во первых поищите пожалуйста слова и выражения со звуком шва со звуком во вторых попробуйте теперь смотрите слушать английскую и русскую речь вот принимая во внимание то что я вам сказал сегодня в начале видео посмотреть насколько слитная речь насколько употребляется ударение в английском языке слушайте как используется диапазон как произносятся звуки немножко по-другому что происходит с дыханием вот ну а на сегодня тогда все надеюсь что это было полезно с вами была елена вертугина из живого английского и это мой новый проект жаб живое английское произношение не теряем духа остаемся в хорошем настроении занимаемся полезными вещами пока